Мы начинаем наше очередное занятие по продвинутому ивриту. У нас сегодня новая статья к следующему недельному разделу, а именно к разделу БОР. Очень интересная статья, на мой взгляд, которая объясняет, объясняет, в том числе это как-то считается с тем, о чем мы говорили до начала занятия, о том, как простые обыкновенные люди превращаются в некоторую агрессивную толпу, которая действует по принципу толпы, очень жесткой. А именно Мака, а именно Казин, Арбе, Саранча. Окей, ну хорошо, давайте тогда будем, как обычно, по очереди читать, правильно? Можно начать? Да. Да, окей. Да, Жень, сейчас только я палочку сюда поставлю, чтобы было виднее. Сейчас, полсекунды. Да, давай сначала заголовка. Давай. Внутри толпы что-то бушующие какой-то, да? Ну, да, слово внутри бушующие толпы, действительно, внутри как бы баллы... Омон – это толпа. Вообще от слова Омон – это много, правильно? А Омон – это толпа. И Суэр от слова Сара. Сара – это как бы буря, правильно? Так что это получается действительно бушующие толпы, да. Ну, кроме того, есть такое, на самом деле, выражение на иврите – Омон – Суэр. Суэр. Вообще слово Суэр – Суэр – это, ну, как и по-русски, по-видимому, тоже есть разбушевавшись и все. Если, например, чекуается Уайанис Ар с Айном. То есть он был тоже настолько взволнованный, что он был просто по-русски разбушевавшись, это всегда как бы агрессивный. Но Суэр – это, прежде всего, очень сильно эмоциональный. Окей. Да. Так. Мабад Хадаш, Аль, Макат Аарме. Правильно. Ну, это новый взгляд на казнь саранчой. Сто процентов правильно. Сто процентов правильно. Ну, глава Бо начинается с восьмой казни, из десяти казней, и вот казнь саранчой. Сто процентов правильно. Маказо, Мемукемет, Беседра, Ашришиит, Ве, А, Хруна, Ве, А, Хруна, Ше, Бемакот, Мицраин. Окей, давай, если можно, переведи, давай будем по кусочкам, чтобы не забудется. Это казнь, получается, она, как бы, третья, что ли, да? Мемукемет – это расположено, правильно, от слова «маком», место. Работа размещена по-русски, место, получается. Расположена Беседра, ну, в серии, да, какой-то? Да, в серии, они же, как бы, разбиваются по сериям, правильно? В серии третий и последний из казни египетских. Правильно. Альпи, Ашимоним, по признакам, да? Но только Симоним, то есть С, да, С, да, Симоним, по знакам, да? Да. Шенатан, Баэн, Раби Иуда, по знакам, которые дал Раби Иуда. Да. Ба Агадаш, Эль-Песах, там вот эта аббревиатура, да? Бабревиатура, да. Дацах Адаш. Дацах Адаш Ба Ахав. Ахав, да. Ну, это известно, то, что в пасхальной Агаде в какой-то момент, когда говорится о казнях, то говорится, что вот можно их сгруппировать по трем категориям. И они перечисляются, ну, естественно, без комментариев, прямо вписанных в Агаду, а здесь это разбирается подробно. Окей. ВИ, МЭАВЭ. МЭАВА. Значит, если И, то МЭАВА. МЭАВА. Хулия. Да, правильно. МЭКАШЕРЕТ. Да. БИН МЭКАТ АБАРАТ. Да. ШЕКАДМА. ЛАУВАЙН. МЭКОТ. АХОШЕХ. АХОШЕХ. Да. ВИ, БЕХИРОТ. БЕХУРОТ. БЕХУРОТ. ШЕЛААХ. И ОНА. И ОНА. ВИ, ну, является... Ну, да, является, представляет собой, да. Цепью, да? ЗВЕНОМ. Кулия – это звено в данном случае. Звено? Ну, звено, ячейка, как угодно, да. По смыслу тогда к соединяющим развиваться? Да, соединяющим. Она как бы звено, которое соединяет предыдущие и последующие. Казню, да-да-да, Маккарат Хаба, казню вот этим градом, да? Да. Шекадма, которая была до нее, да? Да. Вейн и между... Нет, Вейн и Вейн – это между этим и этим. То есть ты правильно говоришь, между Маккарат Барат. То есть между, соответственно, до этого ей предшествовал Барат Град. И последующие, которые Маккарат, Маккот Ахоших. Ну, они тут множественно, потому что они две. И последующими двумя казнями какими? Маккот Ахоших. Первенцев, да. Первенцев, да, да, да. Которые после нее. Да, правильно. Аккешер. Аккешер, да. Аккешер. Аккешер, да. Бейн Маккат Ахарба. Лермаккат Абрат. Это от слова пируш. А, мефурэш. Мефурэш, да. Мефурэш. Кешер – это мушкурод, поэтому мефурэш. Мефурэш. Бедвирэй, мошэ. Бедвирэй, да. Бедвирэй, мошэ, пардон. Амивасэ. Амивасэ, правильно. Бэвасэ. Лепаро. Да. Альбо арбэ. Альбо арбэ, да. Акешер бейн Макката Арбэ, Лермакката Барат. Да. Да, связь между вот этой казнью саранчой и казнью градом, она находится, да, в словах пируш. Объясняется, мефурэш объясняется от слова пируш. Конечно, мы же не можем здесь комментировать. Правильно? Который говорит фараону, да, а приходит… Объясняется в словах… Да, который говорит фараону, а приходит… Да, объясняется. Окей, объясняется в словах Маше, ну, который говорит фараону… Даже не говорит, там Левасэр, в смысле, объявляет, делает ему весть. Окей. А приходит саранчи… А приходит саранчи, да. Как написано? Вэкаль, да? Нет, вэахаль. Вэахаль, вэахаль. Вэахаль – это етер. А плита. Плита. Но вот сейчас это беженцы плитим. Плита. Подожди, почему? Анишерет. Нишерет – это шин. Нишерет. Так, лахэммин абарат. Лахэммин абарат. Здесь в данном случае это баф не переворотный, а это вэ, в смысле и, с настоящим будущим временем. То есть не съел, а съест. Да, остаток, да, который… Да, и поест, или съест, уничтожит, сожрет, не знаю. Не тороплита. То есть то, что оставлено от чего. Осталось, да, сохранившееся от града. От града. То есть град побил, но что-то осталось. А потом придется врача, который доест все без остатка, то, что осталось от непобитой от града. Окей, дальше. Ах, имзот. Да. Еш бэммакат арбэ. Гам. Мэйн. Да. Рэмэз. Рэмэз матрим. Матрим. Матрим, я думаю, матрим от слова терэм, предупреждающий. Ага. Ах. Лэ, лэмакат. Ахошэх. Да. Шэтаву. Шэтаву. Ля, 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 харэха. Ахарэ. Да, давай перейдем сначала. Ахимзот. Но вместе с этим… Вместе с тем, есть в казни саранчой также некоторый… Как ты сказал, матрим? Рэмэз матрим – это, ну, как бы предупреждающий намек, я бы сказал. Предупреждающий намек на казнь тьмой, да? Да. Которая придет… Которая придет… После нее… Ну, после нее, в смысле, после казни саранчей, да. Шэрэй. Считаешь дальше? Шэрэй для… Шэрэй для… Ведь. Шэрэй – это ведь. Ведь что? Ну, дословно, ведь что? Ведь саранча. Саранча сама приносит тьму, да? Да, мэвия хошек приносит тьму, да. Безэр анпин. Я еще когда переводил, я смотрел, что это такое. Заир анфин. Я думаю, вы… Это на арамейском. Это малый лик переводит. Ну, да, то есть как бы… В малых масштабах, как бы, маленьком… В том же самое, только в маленьком масштабе. В малой мере, что ли? В малой мере, да. В малой мере, да. В малой мере, кедиврей, как сказано о Тора, в Торе, «Ваяхаш и покроет…» Ваяхас. «Ваяхас» покроет эт айн глаз, да? Да. Коли арец всей земли. Да. В этах шах и стемнеет земля. Да. 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 Перевести «Ваяхас»… «Ваяхас» эт айн… Эт слуха «Ваяхас» эт эйн коля арец ватахшоха арец. «Яхэ» это слово «покрывать». Мы их насаем отсюда же. Покрывает, да? «Икис», да, и покроет эйн коля арец, ну, на иврите вы знаете, что «всю землю», эйн, это зачастую служебное слово, да, оно обозначает, ну, какое бы некоторое расширение. Эйн коля арец, значит, «всю землю», да, словно так перевести по-русски. Окей. Ну, и потемнеет земля. Темнеет, да, и потемнеет земля, да. И потемнеет на земле, а как угодно. А вот этот момент, что саранча сама приносит тьму, это как понимать какой-то вот… Ну, почему? Это… Я нахожу нахожу посмотреть. Я помню, что я смотрел, но сейчас не помню. Вот то, что здесь было написано «Безеир Анфин», идея какая прилетает, сейчас будет про это написано, просто чисто, я не знаю, биологически называется, прилетает огромная туча. И эта туча, она состоит из мелких частиц, поэтому это заир. А с другой стороны, их так много, что она своим этим самым множеством, как огромная черная туча, которая состоит из мелких частиц, то сама по себе каждая из них мелкая. Но когда они огромная туча, то эта туча, она закрывает как бы солнце, нет никакого света на земле. Так. И она также намекает на казнь первенцев, как сказано, у фараона, который называет Саранчум, да, Абашем именем, имя Мавы от смерти. Да. Ну удалит от меня. Замклу часы меня. Это как бы по-русски от меня. Удалит от меня. То есть, грубо говоря, снимет с меня. Я сэр мя лави. Дословный перевод. Но по-русски так не сказать снимет с меня. Но правильно, конечно, удалит от меня. Арак только. А это Амавы, это только смерть. Ну, фараон просит только одного, что только это ушло. Почему? Потому что в его глазах это как смерть. И в этом намек на Макате Бехурот, который связан с реальной физической смертью. Окей. Ну, хорошо, молодец. Все замечательно. Аслан, мы переходим? Да, можно там привезти. Окей. Так, АРБ, АБОДЭДИ. АБОДЭД. АБОДЭД. В АРБ, АГОДЭД. Только это НУН, АНОДЭД. АНОДЭД, ага. Саранча одинокая, что ли, да? Да, да. И саранча НОДЭД. Вот это, это странствующее. Сейчас будет разбираться, насколько я помню, вот этот, не знаю, это называется биологический, зоологический, зоология эффект, когда саранча из отдельного как бы вида, когда она отдельная, маленькая, в общем, достаточно безобидная, вращается в огромное вот это вот блуждающее, слоняющееся облако, которое уже даже состоит из отдельных частиц, но ведет себя как некоторая вот такая гигантская структура. Поэтому есть АРБ, вот он как бы выделяет в кавычках, есть АРБ БУДЭД, а есть АРБ НОДЭД. НОДЭД от слова НАВАД, НОДЭДИ, НОДЭДИМ, ЛИНДОД. Помните, про Кайна сказано НАТВАНЭД, это вот все вот это, это блуждающее. Окей? Дальше. Нет сомнения. Нет сомнения. Нет сомнения, что казнь саранчой, она запретна. Нет, ассон – это бедствие. Бедствие, бедствие, да? Что бедствие природы страшное, да? Ну, страшное, стихийное, как ты по-русски говоришь, страшное, стихийное бедствие. МИНИ КЕДЕМ? Да. ВЕ ОД? ВЕ ОДАЁМ. ВЕ ОДАЁМ. Да. От древности и до сегодняшнего дня. С древних времен до наших дней, да, правильно. ВЕ СЕФЕР ЙОЭЛЬ? Да. АМУКДИШ? АМУКДАШ. АМУКДАШ БЕРОВО? Правильно, БЕРОВО. ЛЕ ТИУР? ЛЕ ТИУР, да. ЛЕ ТИУР МАКА, ГААРБЕ, ШЕХАЙТА, БЕЯМАВ. Правильно. И в книге ЙОЭЛЯ… Да, пророк ЙОЭЛЬ, это один из 12-х. Освящается, что ли? Нет, АМУКДАШ, откуда посвященна? То есть книга посвященная чему? Посвященная… БЕРОВО. Большому количеству? Нет, БЕРОВО – это в своей большей части, то есть по большей части посвященная. Путешествует… Нет, нет, ЛЕ ТИУР. ТИУР – это описание. Описание. Описывает казнь Саранчи, которая была в его дни. Правильно. НЕМШАЛЬ, ГАРБЕ, ЛЕ СРЭФА, ЛЕ СРЭФА, ЛЕ СРЭФА, МИШТОЛЕЛЮТЬ, ШЕЙНА, МОЦИРА, АХАРЕЯ, АХАРЕЯ, НОВАР. Правильно. Так вот это МАКАТ БАРЗЕЛЬ, МАСЛИХА, МАКАТ АРБЕ, которая была в его дни, и которой посвящена по большей части книга Юэля, да? Она… Что такое НЕМШАЛЬ? Забыл, я знал. НЕМШАЛЬ – это слово МАКАТ, да? Сравнивается. То есть аллегория. Она, ну, по-русски правильно надо сказать, сравнивается. Сравнивается Арбес. Сравнивается Ранчо сожженную, что ли? С пожаром. А с пожаром… ЛЕ СТОЛЕЛЮТЬ. ЛЕ СТОЛЕЛЬ – это свирепствовать. Которым гушует… Гушующее море. ЛЕ СТОЛЕЛЬ – это такое слово, которое, ну, в общем, что-то типа буйства, которое что-то рушит все границы всего, как бы, созданного порядка. НЕМШАЛЬ – это человек, который буйно себя ведет. Например, там, при задержании позиций, полиции, вот человек там в пьяном состоянии, он ЛЕ СТОЛЕЛЬ. То есть он начинает махать руками, бьет всех, орет. Чего-то там. Гранится. Ну, буйствует как-то по-русски, да. И что нет в ней… Шейна мутира, которая не… Которая не умирает, что ли? Нет, мутира от слова леотира, от слова ета, остаток, который не оставляет после себя ничего. Не оставляет после себя ничего-либо. Ничего. Это срыфа. Срыфа не оставляет после себя ничего. Точно так же саранча. Это то, что Муше говорит фараон. Что все, что осталось от Борада, все это будет съедено саранчой, то есть не останется ничего. Вот дальше идет цитата из книги Йоэля. Все цитаты, которые сейчас будут приводиться из книги Йоэля, они очень такие, ну, ужасные, но, с другой стороны, очень поэтически и высоким стилем написаны. Мы не будем стараться красиво переводить, но хотя бы понять смысл. Окей? Вот это цитаты из книги Йоэля. Лифанав Ахлаэш Виахараф Телагет Легава. Правильно. Перед ней поживающий огонь. Виахараф Телагет Легава, да, перед ней ест, сравнивает ее с огнем, который идет и перед собой все сметает. И дальше Виахараф. И после нее пламя. После нее тоже Телагет Лава. Лава – это пламя, то есть как бы с двух сторон. То есть она идет и перед ней как бы пламя, и после нее, после нее тоже как бы горит факел, как угодно, лопит. Грубо говоря, все сжигается. И спереди, перед тем, как она идет, она движется, и перед ней это пламя идет, пламя уничтожения. После нее как будто, значит, прошелся факел, который все сжег. Окей? Дальше. Ну да, перед ней, перед ней земля была как райский сад. В смысле, что уничтожение полное. Она пришла с ранча, когда до нее был райский сад. То есть все было зеленое, наполненное жизнью. И дальше. Мидбар. Мидбар Шамама. Правильно. А после нее пустыня, короче, такая... Бесплодная пустыня. Но мы уже говорили, что на иврите эти два слова, они выражают, оба из них, это выражение пустыни. То есть на иврите есть два понятия пустыни. Есть Мидбар. Вот это типа как пустыня, в которой мы живем. Мидбар Йуда. То есть это такая, ну, не пустыня Сахары, которая по-русски тоже называется пустыня. А это пустыня, в которой есть холмы, в которой весной, даже короткий промежуток времени, они покрыты зеленым и так дальше. А есть слово Шмама. Шмама – это такое очень негативное слово. Шмама – это означает, по-русски есть такое понятие от слова пусто, пустошь. Ну, по-русски все-таки пустошь, насколько я понимаю, в некоторой пустой пустыре, как бы, а не пустыня. Но вот на иврите это как бы пустошь, в смысле, что это вот типа Сахары. То есть там ничего живого нет. Окей. Дальше. Поэтому здесь написано в песте Мидбар Шмама. То есть по-русски по-русски бесплодная пустыня. Окей. Вегам. Вегам. Плейта. Да. Лоха и та ло. Ло, да. И также плита. Первородный, да? Нет, опять плита от слова полит, то есть спасшийся от слова… Уцелевший. Да, ничего не осталось. Уцелевший, оставшийся. Да, уцелевший, да. Правильно, уцелевшийся, да. Уцелевший – это больше не цоль все-таки. Есть плита, в смысле, ну, можно сказать, уцелевшего, да? Ничего не осталось там уцелевшего. Да, наверное, по-русски ничего не осталось уцелевшего. То есть это приводит здесь пасух из книги Юэля, да, чтобы показать, что саранча сравнивается с огнем. Окей. Дальше. Давайте я передам. Ну, можно передать, да. Хорошо, окей. Так, Рина отказывается читать. Мы ждем, когда она присоединится к нам. Окей, ну, тогда, по-видимому, Тимофей, да? Ну, я могу почитать. Давай, давай. Так, а где мы остановились? Ах, ах. Вот где красная точка? Ах, думаю, мы авар. Мэйвер, слуха, мэйвер. 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 Вымаке, колколит. Кажется, похоже, что переход к казни, тяжелый, экономически тяжелый, что ли? Нет, послушаем, это сверх, кроме или сверх, кроме, дальше переводим, а как в казни? А, кроме как сверх, а что при как-то свиной, что сверх? Ну, тяжелый, тяжелый. А, помимо того, что она была тяжелой с экономической точки зрения. Ну, даже сверх того, что она, или кроме того, что она была просто большим или тяжелым экономическим, как бы, уроном, в ней еще что-то другое. Да. Так, Цуфена, Цуфена, Цуфнат, это у нас что, то ли наблюдение? Цуфена, в смысле, она кроет в себе, вот я бы так перевел. А, скрывает, а, скрывает, а, вот, Цуфнат, Маката, Арбе, Бэхува. Ну, как бы, в себе. В себе, так, на какой-то отзвук. Мессер, как это, эхо. Мессер, Мэадет, это... Дополнительное, дополнительное, какое-то громкое или как это сообщение. Мессер, это сообщение. Мэадет, это эхо. Ну, Евгений, подождите, не надо вдвоем, кто-то один давайте говорить. Тяжело, когда двое, кто-то говорит. Вскрывает себе некий отзвук или эхо. Ну, я посмотрю, Мэгадет, это эхо, да. Ну, да, ну, все правильно. Я, знаешь, во-первых, когда мы все вместе, довольно трудно, мы же не сидим в одной комнате. Правильно? Кто-нибудь не... Слово Мэадет, Мэадет, это слово, которое упоминается в современном иврите. Это сильное слово. От слова Эт. Эт, это эхо. Значит, всегда вот, когда есть увеличение, да, Мэцалцель. Мэцалцель, по-русски это звучит. Ну, это от слова ЦЛИЛЬ звук, ну, такой постоянно движущий звук. Такое ЦЛЬ, 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 ЦЛЬ. Вот то же самое здесь Мэадет. Только что по-русски это не перевести дословно. Потому что по-русски нет, как я понимаю, глагола от слова ЭХО. Не сказать ЭХИТЬЦА или ЭХИТЬЦА, я не знаю как. Не сказать. Но слово Мэадет, это слово, это говорится, что вот, например, это была... ГАЙТАХА ДАША Мэадедет. Значит, Мэадет, это означает, что не просто сказали, вот, произошло что-то. Ну, не сменилось другой новостью. А это что-то, что стоит в воздухе. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот вы выходите куда-то в туннель, правильно говорите? А! И у вас ЭХО СЕКСЕР. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот это называется Мэадет. Поэтому Мэсер Мэадет, это который звучит долго, остается как бы в сознании, в воздухе и так дальше. Поэтому это красивое слово Мэадет. Дальше. Ну, САВТ. Да. Так, хорошо. Все, Парашани Амикре. Парашани Амикра. Парашанэ Амикра. Хадашим, Гам, Парашаним, Лам, Ду, Аллах. Так, есть какое-то громкое сообщение или дополнительное сообщение, которое как бы сообщает или комментирует Писание. Нет, в отношении как бы Каторова, Парашанэ Амикра – это люди, комментаторы Тора. А, комментаторы, Парашаним, точно, Парашаним, которые комментаторы Писания, как новые, так и новые, так и старые, получается, не как бы Лам, Ду, Аллах, не останавливались на нем. Ну, как бы не обратили внимания, наклонно не остановились, ну, просто сказать, не остановились, не обратили внимания, не удалили, не уделили. Не заметили, Король. Не заметили, да. Так. Ашем арбэ нитэн кэйдуа. Нитэн. 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 Кэйдуа эн лэпра, лэпарет, лэпарет абудет. Лэпраат, лэпраат. Лэпраат абудет. Кэдиврей акатух бэ парашатэйну. Правильно. Так, и, значит, само слово арбэ дает, как известно, ну, как это имеете, как известно, честное, единичное, честное. Ну, как бы присвоено, ты правильно говоришь, оно как бы, слово это арбэ, оно может обозначать, либо присвоено дословно, как говорится здесь, обозначает что? Ну, правда, ну, частный бэдет, это какой-то одинокий. Ну, одинокому как бы индивидууму, я не знаю, как это в теологии называется. То есть отдельному... Это не вид, бывает как бы вид под вид, а бывает отдельное... А, осы, правильно, не отдельный... А, вот, да, точно. От частному, отдельному, отдельному какому-то существу. Как написано в нашей главе. Лунишаар арбэ эхат бэхоль гууль митраэн. Не останется ничего... Не оставит она ничего во всей пределах Египта. Подожди, секундочку. Он же говорит, что есть одна особь, поэтому и... Ну, она одна. Не оставит ни одной саранчи. В данном случае саранчи, ни одной особи. Ни одного таракана не будет, ни одной саранчи не будет. Почему? Потому что это похоже на то, как в книге Брешит говорится... Есть, по-русски тоже есть разница. Например, есть трава, есть зелень, правильно? Трава, трава, это отдельный как бы вид, это вот травинка. А зелень, это что-то общее. Это два разных слова. И на еврейке тоже это разные слова. А вот он как бы поясняет здесь, что арбэ это странное слово. Потому что арбэ... Сейчас не буду говорить то, что дальше. Он сейчас будет говорить то, что он до этого сказал, что арбэ обозначает как отдельную оса. Как сказано... Лунишар арбэ эхат бэхоль гууль. Эхат? В смысле... А, вот, он унесет. А, вот, все. И унесет. Там сказано, поднялся ветер, унес ее, не осталось ни одной... Не осталось одной саранчи во всех пределах Египта. Вот. Так. Гэн лимин... Гэн лимин... Лэ кэбутсэй куло... Да. Изгэрэд мошэлэ... Азарат. Азарат мошэлэ паро. Правильно. И ныни миви махарар бэ... Бэгвулэйха. Правильно. Так, вот, лэймин. Ну, лэймин, как для... Ну, только важно здесь слово ээн. Ээн это так же. Так же. Как отдельное, так же и... Для всего целого вида, для общего... Правильно. Группового подвида или вида, я не знаю, кэбутсэта группа. Для всей общей вида вида, как предупреждает Маше Фараона. Правильно. И вот придет завтра саранча в твои границы, в твои пределы. Ну, да. То есть, по прямому смыслу, по прямому смыслу, пшат говорит, что тоже как с лягушкой, было, тоже написано в цифарде, пришла одна и распопалась на миллион. И то же самое, пришла одна. Но, по-другому, это не так. Имеется в виду арбэ, если я навожу на тебя саранчу. И это, что одна саранча придет. А саранчу, как весь вещеподвиг. Это вот интересно, что слово арбэ, оно как бы имеет два смысла. Опять, как отдельное осы и как целое стадо, из так можно сказать, лаака. Окей? Так. Бэмабад решон. Нидме. Можно вопрос? Пожалуйста. Предыдущему. Пустите, пожалуйста. Вот написано, что хана не мэви, да? Вот я приношу, да? То есть, не то, что там саранча сама придет. Да. Вопрос не то, что саранча сама придет, а я ее нашлю на это все. Ну да. Наведу, да, наведу. Правильно, все правильно. Там написано, я наведу, правильно? Я посмотрел. Ну там все есть? Да, не придет ее, ее приведу. Я приведу, мэви, я приведу. Все правильно, да. А, да, и ныне мэви, да, я приведу. Мэви, я наведу, я наведу. То есть, как было видно, что это по однаку Маша делает, он дирижер. Окей. Да, все правильно, спасибо, спасибо, хорошее, правильно. Правильно. Бэмабад решон, нидмеши. Так. Авдель. 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 Авдель, аэвдель бэйн апэрет. Апрат. Апрат. Апрат абодет. Элэвэйн. Амин. Акибуцей. 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 Митмаце. Бэребуй. Да. Ацун. Шэляарбэ. На первый взгляд кажется, что различие, различие между частной вот этой особью, отдельной особью и общим видом содержится в его... Содержится в рябуй ацун. То есть в его большом, большой силе во множестве или в... Рябуй размножение, в диком размножении Аббэ. То есть не так вот в силе размножения или так вот в Шэляарбэ. Ну, митмаце, да. Бэребуй ацун. В диком размножении. Но он предупреждает, что это не так. То есть Бамабата решен. Понятно, что за этим будет сказано, что это только поверхность взгляд. Он говорит, что на первый взгляд или как бы... Да, на первый взгляд представляется, что между ними разница между особью и подвидом заключается только в количестве. То есть не в качестве, а в количестве. А дальше будет объяснение, что и качество меняется. Только в количестве. Одна, либо миллион. А он говорит, что это не только так. Дальше. Так. Шэ бэшэло. 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 Вы дай. Захэ. Захэ бэшэмзэ. И из-за этого она заслужила это название. Арбэ, что ее много. Ну да. Арбэ похоже на арбэ. Арбэ похоже по звучанию на арбэ. Калышон Амалах. Лэ Агарь. Шэфхат Абрам. Да. Как говорит, как сказок сообщает, как говорит ангел Агарь, рабыня Абрам. Ну да, здесь просто напрямую так сказано арбэ. Так. Арбэ, арбэ. Арбэ, арбэ. Это зарэ. Арбэ, 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 да. Арбэ, арбэ зарэйхав. Арбэ, арбэ, арбэ. И сапэр, сапэр, мэро. Да. И как умножится, умножай, умножай. По-русски это переводится аминус. Умножится. Умножится твое потомство. И нельзя бы вот сосчитать. Ну и будет несчетная отмножка. Несчетная отмножка. Что мы видим на сегодняшний день. Вот оно и размножилось. Да. Вот это вот арбэ, арбэ. И видно, что здесь арбэ. Но как бы и не говорится, станет... Хотя наверняка, наверное, есть комментарии, которые говорят, что ты станешь как саранчо. Окей, то, что мы видим в настоящем мире. Окей. Это связано с мусульманским миром и с его огромным количеством. Вот это вот арбэ, арбэ. Но вот это вот слово здесь, конечно, не саранча по прямому смыслу. А просто усиление первого. Но, в принципе, видно, что употребляется слово арбэ для подчеркивания эффекта умножения. Окей? Так. Значит, так. Барам, мэхакерим. Мэдаим. Нет, например, мэхакерим. Мэхакерим – это исследование. Мэхакар – это одно, а мэхакерим – это во многих существах. Шевер, Шевер. Однако, как это, известные исследования... Не, 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 научные исследования. А, научные. Мадаим, точно, мадая наука. Научные исследования, сделанные в прошлое время. Нет-нет, в прошлом веке. Здесь дословно в прошлый век. То есть он говорит про 19-е века. Сам Ханан Парад Это было написано в 20 веке Где-то, я не знаю, в 1990-е годы Поэтому он имеет в 19 век Ну хорошо Не Гадоль, а Дагуль Но ты правильно говоришь, что близко к этому Дагуль Значит, через Как бы, через руки Сделанные кем? Сделанные вот эти С помощью неким каким-то там исследователям Известным каким-то исследователям Он действительно известный Уваров Да, Уваров известный, он получил граф Уваров Он получил за его исследование И за то, что он Спасал от саранчи И его исследования послужил Ночью можете посмотреть, погуглить Это известное про Уваров Он получил звание Титул сера Хорошо что Гелуй Бенуса Зе дворим Мафтаим. Не, Мафтиим, просто пень Мафтиим. Мадьимин. Мадьимин – это Мадьимин. Удивительно. И Гелуй Бенусе Зе, это как это, и что-то такое. Обнаружили. Обнаружили нечто, открылось нечто удивительное, в этих какая-то удивительной... Ну, удивительная и удивительная, два раза. Удивительные, удивительные вещи. Вот слово «мафтея» – это, в общем, нормальное, стандартное слово. И в Собьёновиде нормальное, стандартное слово. Вот это вот слово, оно стало просто одним из ключевых слов израильского юрика. Потому что на всё, на всё говорят «мадим». «Мадим» – это потряс. Значит, когда человек там пишет какую-то реакцию на что-то, то самое простое – это написать «вау». Да, но «вау» вместо «вау» пишет «мадим». Если человеку нечего особенно сказать, он ставит «мадим» и возникает «мадим». И тогда это потряс. Всё. Окей. Так, ну я, наверное, передаю там Тимофей. Давай, да, ой, Тимофей, замечательно, да. Тимофей ещё не читал. Да, читаю. Тимофей, да. Пробуем. В этих исследованиях в соответствии с еврейской энциклопедией раздела. Эрмин – это термин. То есть ты вбиваешь слово арбе и получаешь. Но видите, называется эрх. Не знаю, если по-русски отдельное слово, ключевое слово или поисковое слово, но это называется эрх. Эрх – это слово ценность. Эрх – это называется энциклопедия, это называется, ну вот, или, как ты сказал, раздел тоже, правильно, арбе. То есть если напишите еврейскую энциклопедию арбе, то вы получите вот то, что сейчас объясняется. Окей? Да, открывается, что в процессе перехода… Ну, в переходный период, я бы сказал, или переходный процесс, как угодно. Продолжающиеся 10 лет? Правильно. От чего? От одинокой саранчи? Да. Ну, стадной, смотри, по-русски я не знаю, как точно это перевести, сказать стая саранчи. По-русски есть все-таки разделение, правильно, стадо – это животные, стая – это птицы. А как сказать про насекомых? Не знаю, как сказать. Ну, стая саранчи тоже, ну, оставим это, ну, в общем, понятно. На иврите слово «ла-ка», «ла-ка» – это что-то, соединенное из нескольких людей. И это тоже очень разное. Например, как, наведите, сказать поп-группа? «Ла-ка» – «ла-ка» – «ла-ка» – «поп». А с другой стороны, про птиц сказано тоже «ла-ка», «ла-ка» – «цепурин». Окей? И даже говорят «ла-ка», по-моему, «матусин» тоже, можно сказать. Это что-то, как бы, много, если это объединяющее. По-русски это разбросано. Если отдельно про птиц, отдельно про животных и так дальше. Но идея нам понятна, что описывается это 10 лет перехода от отдельной особи саранчи к саранчи, которая представляет собой вот это вот… Знаете, в чем относят рой, например? Рой саранчи. Ну, может быть, рой саранчи, правильно. Да, да. Рой вот этой саранчи блуждающей или носящейся, я не знаю, как это правильно сказать. Но понятно, да? То есть не одной, а вот этого целого роя, правильно ты говоришь. Да? Дальше. Так, «митхолилим» происходит в саранче и шинуим изменения физиологические и психологические. Да. «Мерахеке» и «лэхет». «Мерахеке» и «лэхет», да. Монопрозозасловно-гоявисти. Ты уходишь, что ли? Ну, далеко идущие. А, далеко идущие. «Мерхак» – это расстояние. «Лэхет» – это идти. В данном случае это, я уже не знаю, кто «калька» с кого, но в данном случае это очень близко к тому, что по-русски говорится «далеко идущие». «Далеко идущие» – это реально «мерахеке». Ладно. «Неккеват арбе матхила леатиль бейцим бе камот оле пи эсре пи эсре пи эсре пи эсре аля камот рагила». Переведем. Значит, самка саранчи начинает откладывать яйца, видимо. Правильно. Леатиль бейцим – это вот именно про это. И то же самое говорится про тверной горят, про курицу. Леатиль бейцим. И леабель, надо сказать, на тело отъедаем отсюда же. И вот талик, по-видимому, отсюда. И так дальше. Но она не возносит яйца, но по-русски так кладывает. Да, окей. Значит, в восходящей степени. То есть в десятки разы превосходящую. Да, в десятки разы превосходящую. Обычную. Обычную. То есть обычно, например, я не знаю. Десять, а тут сто. Ну вот в десять раз больше. Дальше. Это один из параметров. Второй. Кошер тнуа. Да. Гуфнит. Агуфанит. Агуфанит. Шель-А-Ар-Б. Ле-Плаим. Плаим, да. Нет, давай переведем кусочком. Хорошо. Кошер тнуа. Гуфанит. Шель-Ар-Б. Уле-Плаим. Что такое кошер тнуа? И... Ну что, это кошерность какая-нибудь? Нет. Ну, да. Ты правильно говоришь. Это слово. Способность. Способность. Двигательная способность. Либо летающая, летательная способность. Или в данном случае гуфанит. Кошер от тнуа гуфанит. То есть физическая способность передвижения. Ну, не знаю, зачем это слово гуфанит. Понятно, что тнуа это гуфанит. Вот. Но, на самом случае, способность к передвижению. Она, грубо говоря, может перелетать на гораздо большее расстояние. Но от слова кошер, все равно правильно говоришь. Как на иврите будет... Как это по-русски? Как место, где люди занимаются спортом? Как по-русски называется? Спортзал? Ну, типа этого. Ну, да. Ну, даже сейчас, наверное, не спортзал называется. Куда ходят люди для того, чтобы сбросить вес. Как это называется? Фитнес. Ну, вот да. На иврите как бы все есть иврит. Называется Муадон кошер. Муадон кошер – это совершенно не заведение рыбанутое, связанное с присвоением этого. Муадон кошер – там люди сбрасывают вес. Вес. Или входит как бы обратно. Идея какая? Человек обратно входит. Человек, когда теряет кошер, он как бы выходит из боя физической готовности. То есть его тело перестает быть способным. Кошер – это способный. Способный к выполнению каких-то действий. А обратно туда идет для того, чтобы обратно, значит, вот это перевести. То есть это даже не похудание, это не арзая называется. Витя похудания, фитнес – это арзая, слово разэ. Худой. А называется, все называется кошер. Окей. Так дальше. Вот кошер одно агуфанит, шер арбе, оле плаин. Ну да, значит, физическое саранчи возрастает чудесно. Ну да, чудесным образом. Или, в общем, каким-то необъяснительным образом. То есть что-то такое плаин – это что-то такое, что логически объяснить невозможно. Окей, дальше. Вэфилу гидолу афизи. Да. У мутэт. Мутат. Мутат. Мутатк нафав, я думаю. Мутатк нафав. Хорошо, да. Уфхим льет пишнаем мизэ шель арбе абудет. Правильно, Ахим. Так, даже рост… Ну, гидолу афизи, правильно. То есть физический размер. Да, физический размер. Да, физический размер чего? А, да, физический размер. И что еще? Мутатк нафав. Мутатк нафав – это размах крыльев. Да, и размах крыльев его превращаются тоже в разы. Нет, здесь пишнаем два раза. Пишнаем – это два раза больше, чем… Чем у одинокой сорочек. Ну да, когда она одинокая, она гораздо более скромная по всему. Вот эти все эти три перечисленных пункта у одинокого, они как бы отсутствуют, не присутствуют. А когда она в стадии, мало того, что она в стадии, так еще каждая из них, каждая из них, она становится, ну вот, соответственно, там, не знаю, десятки раз более крутой, чем одинокая. Окей. Ну, хорошо, дальше. Итнагут – это поведение, правильно? Итнагут – это как вести себя. Как, говорите, называется шофер, драйвер? Как называется шофер? Минхак какой-то. Ноэк? Да, из теханаг. Наг, Наг, Наг. Известная история, типа, в Дихе, что Лехадаш, или Патриан, он рассказывает друзьям. Я вообще, говорит, понял, как в Израиле открывается дверь. Потому что в Израиле обычно, вот никак в Шотландии мы были, там эти двухъярусные автобусы, там одна дверь. То есть все входят с одной дверью, и там же, как бы, выходят. А в Израиле две двери, ну и в других местах она так же. И обычно в одну входят, и, как бы, там пробивают эти самые карты, не пробивают, а проводят, а в другую выходят. И он говорит, я теперь понял, как открывается задняя дверь. Надо стоять и кричать, как кричит осел. Наг, Наг, Наг. И дверь открывается. Что он говорит? Он говорит, потому что обычно, когда этот Наг, он не открывает дверь, занятый своими делами, то стоящий в двери, он кричит на весь автобус. Наг, Наг. И тогда открывает дверь. Ну, вот это от слова Наг. От слова Нагут – это поведение. Да? Окей? Да. Да, значит, поведение саранчи и кивуцной, ну, коллективной. Ну, кивуцной групповой, в смысле, не имеет отношения к кивуцу, да, а в смысле групповой, да. Переходит, проходит метаморфозу. Ну, Берет это переживает, скажем, по-русски, да, вот такую, эту самую. Дальше что такое метаморфоза китсонит? Так, китсонит – это крайнюю, что ли? Ну, да, крайнюю. Она переживает, как бы, крайнюю, или, ну, переживает, или не очень, ну, может быть, переживает. Она переживает крайнюю, претерпевает, вот, претерпевает крайнюю метаморфозу, или, там, резкую метаморфозу. Китсонит – это что-то резкое, да. Наивит еще, можно сказать, перевести радикально, потому что китсонит – это радикально. Например, радикальный ислам называется ислам китсонит, или ислам радикали. Но вот радикально – это китсонит, да. Кстати же, от этого же слово кацун. Кацун – это офицер, по-русски, человек, который доходит до конца. И все это от слова кец, правильно? Кец – это, как бы, край, гвуль, граница. Он доходит до конца и становится, как бы, чем? Поэтому называется китсонит. Окей, дальше. И в то время как? Ну, в смысле, тогда как? Он производит вот эту вот такую радикальную метаморфозу. Тогда как? Бэа бодэ, то есть отдельная, да. Бодэ, что такое нерта? Да, что такое нерта? Нерта – это остерегается. Вот сейчас, к сожалению, в Израиле это одно из самых ключевых слов, потому что центральная стержень концепции провальный, которая привела к вот этому ужасным событиям 7 октября, к нападению Хамаса, она основывалась на лживой концепции или ошибочной концепции, в которой центральным является именно это слово, а именно Хамас – мурта. Мурта – это значит подавленный человек, который, как бы, ну, подавленный, скажем, по-русски, как бы, подавленный. Да, поэтому здесь вот это вот арбэ, абудэд – нерта, который здесь, естественно, это слово остерегается, можно перевести. Но нерта – это человек, который, как бы, вот такой пришибленный, и, как бы, он боится что-то такое сделать, не в угоду кому. Это называется нерта. Но по-русски это близко, как бы, низа, да, который, вот, страшится чего? Бэбэ Аллах. Страхи от чего? От человека, приближающегося к ней. К нему, ну, то есть человек идет, когда человек приближается вот к той отдельной особи арбэ, которая не вот эта вот жесткая тварь, которая превратилась в это стадо, да, а когда она была отдельной, то когда привели человека, как обычно насекомое, ну, пока она боится и пытается от него убежать. Адама, кареф и лав – это гипричастия, да, приближающиеся к, ну, саранча по-русски, женский род, к ней. Ну, она приближающаяся к нему, в смысле к саранче, да, арей, арей, шарбэ, кибусы, мэавар, мэавэд, 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 эт хуш, бар пахат, да, дэхалоттин, бээй, давар, шияцор, бэ адо. Вухат, да, тогда как? Да, так как саранча, коллективная саранча, ну, вот эта вот коллективная саранча, да, наобэд, наобэд, хуша паха. Ощущает страх? Нет, теряет чувство страха. А, теряет чувство страха? Лахалутин. Лахалутин это лэгамбра. То есть абсолютно. Абсолютно. Теряет чувство страха. Вэй, давар шияцор, бэ адо. И нету вещи, которая встала бы. Нет, и нет ничего, что его остановило бы. То есть, ну, по-русски, ее остановило бы. Окей? Дальше. Окей, я передам. Нет проблем. Кто был первый? Женя, наверное, да? Теур? Жень, ты с нами. Ага, я. Теур? Да-да-да, здесь. Теур Циури, да? Да, Циури, Циури. Теури, Лето Фа. Да. Так, Лето Фа, Зо, Немца, Бесефер, да? Да. Бесефер Юэль. Давай так переведем кусочком. Давай переведем кусочком, чтобы уж не забудутся. Теур Циури, Лето Фа, Зо, Немца, Бесефер Юэль. Описание живое, да. Красочное, вообще-то. Циури, Кра Циури, это рисунок, поэтому по-русски это красочное. Красочное описание или иллюстрация, как угодно, да? Лето Фа, Зо. Этого явления, что ли? Да, этого явления. Лето Фа, это явление. Немца, так, Немца находится в Бесефер, книги. Да, да, и Лето Фа еще, можно как феномен сказать, если переменять какое-то научное, да? Дальше. Амафлиг. Амафлиг. Правильно, да. Избыток какой-то, да? Мафлиг, это слово афлага. Афлага, это корабль, который уходит. Но на еврите вот эфлиг, это означает, что он как бы уходит в такие описания, как бы надо что-то такое множественное сказать. Лаафлиг бы демуин. То есть он приводит такие вообще эти самые далеко идущие описания, как угодно. Придумайте более красочный как бы перевод. Но Мафлиг, когда человек говорит, у, эфлиг бы демюно, то есть вот он отдался своим фантазиям. А эфлиг бы демюно, а вот, кстати, здесь есть бы демюин. То есть он отдается таким вообще описаниям, и все написывает. Сейчас мы дальше почитаем, хотя бы поймем, о чем говорит как бы Иоэль. Видно, что он просто совершенно находится в полном взбудоражении. На его жизни просто было несколько раз вот этого самой саранчи. И книга Иоэль действительно, она по большей части занята описанием вот этой самой саранчи, которую он приводит как пример всяких наказаний там и так далее. Что для него вот это вот напасть саранчи, это было реально в его дни. Дальше. Летиур. Летиур умрец лево шлэль арбэ. А нудет. Нам важно. У нас есть бутет и нудет, правильно? Бутет – это отдельная личность, если так можно сказать, да, осы. А вот нудет, мы сказали, что это вот целая толпа, которая, стадок, которая, ой, как ты сказал. Так как это перевести? Летиур умрец лево шлэль арбэ и нудет. Ну, что-то описывает. Красочно описывали, отдается фантазии как угодно, да. Дальше. Для чего? Летиур умрец лево. И храбрости саранчи, да? Да, описание, да, о бесстрашии, храбрости. Умрец лево – это бесстрашие. А саранчи? Ну, вот это саранчи стадное. Я не знаю, мы все время спотыкаемся, по-русски как-то не перевести это в одно слово. Окей. Ну, смотрите, это сейчас такое очень мощное описание. Но, опять же, мы не стараемся делать литературный перевод, но хотя бы понять, как бы, смысл слов и смысл, о чем идет речь. Дальше. Да, можешь читать? Кемаре, да. Кемаре. 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 Сусим. Кемаре. Сусим. Маре. Мареу, да. Мареу. Ну, ты ее ударил, да, давай по кусочкам. Кемаре. Сусим. Мареу. Сусим лошади, знаю. Да. Кемаре. Ну, Маре, Маре. Это видимость, потому что вид глаза. Это картина, можно сказать, потому что вид глаза. Но можно здесь просто перевести подобно лошади его появлению. Или он подобен лошади. То есть лошадь, это что-то огромное, правильно? Саранчат, что-то такое мелкое. Но, тем не менее, она становится подобной, они несутся, как лошади. Вот такая, как бы, идея. Дальше. Мареу. Порошим. Нет, мы... Кемаре сусим. Мареу. Дальше. Следующее. Уке. Порошим, ведь. Уке Порошим. И как всадники? Уке Порошим. Кен. Яруцун. 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 И как всадники, они несутся. Значит, подобно... Подобно... Или подобно коням. Подобно коровы жвя, подобно скачущим коням они. Вот, как бы, идея такая. Написано более подробно, да? Что они похожи на лошадей и как всадники несутся дальше. И как голос колесниц... Маркева это колесница, да? И как голос колесниц... Лесниц... По горам... Ну, юркидум пляшут. Слово у вас. Юркот это плясать, да? Пляшут. Дальше. Кеколь. Лааф, эш, окла, каш. Да. Хорошо, эш, каш играется. Огня. Ну да. Как голос пламени, огня, выпожирающего солому. Пожирающего солому. Да. Ну, тут эш, каш. Дальше, дальше. Ке. Кем отцу, аруф, мельхама. Ну да. То есть, как народ... Как огромный, великий народ, который... Арухла, мельхама, арух от своего слова как шухара. Готовый к сражению. Да. Который готов к войне, да? Ну да, арухла, мельхама, дальше. Кеги Бури. Кеги Бури, Мельхама, Ялу, Ма. Герой. Кеги Бури, Мельхама, Ялу, Ма. Правильно, герой, да. Ну, как бесстрашные войны, поскольку. В общем, написано так. Кеги Бури, Мельхама, Ялу, Ма. Мельхама, Ялу, Ма. Как люди, как люди в войне. Ну, Канше, Мельхама, это воины дословно. Бойцы, воины, как угодно. Ялу, Хома. Поднимаются на стену. Ну, взбираться на стену. То есть, описание неостанавливаемой, неостанавливаемой совершенно тучи, из которой ничего невозможно делать. Вот это красочно описывается. Дальше. У Веат, Ашеллах, Иплу, да, Иплу. Ипулу. Ипулу. Ло Ифцау. Ло Ифцау. Они, что там с оружием, да? Вот это я, честно говоря, не помню. На статье Уэля. Когда я читал статью Днёва, я перейдил, Убеат, Ашеллах, Ипулу, Ло Иватцу. Не очень проявит смысл. Вот этого не очень проявит смысл. Если у кого-то сейчас рукой есть, посмотрите на Таудоте, в книге. И вот эту строчку я не очень понимаю. Убеат, Ашеллах, но Шеллах как бы посланник. В то время, когда посланник упадет, Ло Иватцу. Не Бо Иватцу это вообще как бы осуществлять, но не очень понятна эта фраза. Если кто-то есть желание, посмотрите сейчас в книге Юэль. Это вторая глава, 4-9 стих. Дальше. Они взбираются, крадутся. То есть вся вот эта вот туча, которая проникает всюду. Это вот такие объяснения. Но она как-то повторяет, Бе Ир Яшоку. На Аших, я думаю, это как бы касаться. Есть такая Ашака, это касаться. То есть по городу пронесутся, на стену заберутся или будут бежать. Бе Батим Яалу на дома взберутся. Бе Ада Халунин Яву Ка Ганав. Ну, вообще Халунот, мы говорим, если что-то стоит в этом саду. Ну вот, кому интересно, вот перевод. Да. Кому интересно, сейчас я поднайду. Вот, значит, это восьмой, кого заинтересовало вот это вот. Да, да, да. Значит, Иша, Ахихло, Идхакун, и не теснят друг друга. Значит, каждый идет своим путем. Человек каждый идет своим путем и бросаются они сквозь мечи и остаются невредимы. Шалах и Полу, Вело и Вцау. Вот это вот только какие-то... Ну, где тут меч, я правда не знаю, но... Тут такого вообще нет. Я не знаю. У вас, где меч? Вообще никакого мечей никаких нет. Не знаю, надо посмотреть. Ну, хорошо бы, Сады. Но не будем сейчас на этом останавливаться. И снуют, а вот они сбегают по городу. Они снуют, суетятся по городу, сбираются на стену, вбегают в окна, забираются в дома, как воры. Ну, и в окна лезут, как враги. Как воры. Что-то описание такое, шашелах, что их ничего остановить не может. Мне кажется. Ну, не будем на этом... Мы, в общем, практически все смогли перевести. Тут не очень сложно все это было. Окей. Ну, хорошо. Перейдем мы... А, Ань, ты, да? Правильно я понимаю? Нет, Аслан. Аслан, окей. Да. А вот дальше начинается как бы описание не физиологии, а психологии, которая не менее, если бы не более интересна. Окей? Психологиит, амоним. Да, психологият, амоним. Да. Психология бедствия, что ли? Нет, психология толпы. А, толпы. Амон, это толпа. Крау тоже называется по-английски. Окей. Шенуим, 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 дармитим, драматим, 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 эла, да, элу, да, хамид холелим, замечательно. А, бэ, ар, бэ, бэ, маавар, да, махтот, то. Нет, вот маавар, это мы говорили переход от чего-то к чему-то, поэтому это мэ, это от чего ми? Мит на агут, от поведения. Опэрет. От мит на агут опрад, индивидуального поведения, да, или поведения особи к... Лит на агут. Да. Акулей. Аклаль. Ну, клаль, в данном случае, это как бы общество, но имеется в виду, есть это стадо, роя, как угодно перевести, потому что общество это как бы раньше трудно сказать. Да, ну хорошо, попробуем перевести. Как перевести? Вот эти драматические изменения, происходящие в саранче, да, при переходе от чего? Переходя от поведения личностного. Ну, особи, да, личностного, как угодно, да. Кей, да, ну, стадному, в общем, про стадо все-таки по-русски опять не сказать, но ближе всего действительно к стадному, да. Дальше. Меалим, бану, да. Асоциациют... Асоциациют? Асоциациют нוגот бихаз... Биיחаз? Биיחаз летофа ха-анашит... Да, инушит... Да, инушит... Амико... Амикона... Амиконе... Амиконе... Летофуа шри ха-амикона, женский род. Летофа, инушит, амикона... Психологият. Да, психологият. Хамоним. Замечательно. Как перевести? Маалим, бану, ассоциацию. То есть, вот этот вот переход оттуда-туда. Маалим, бану, ассоциацию. Ногот. Бияхаз летофа. Да. Возносит нас. Ну, да, пробуждают нас как-то вот это вот. Может быть, слово другое не пробуждают. Пробуждают нас ассоциации. Да. Ногот. Вот странно. Мне кажется, здесь пропущено с айн. Мне кажется. Потому что Нугана, видите, это что-то такое, трогающее за душу. Шура Нуга – это такая трогательная песня лирическая. Да. Есть такая песня. Здесь я посмотрела слово Нуго. Нуга – это печаль. Что-то такое. Да, мне кажется, что здесь на самом деле ошибка должна быть. В видео есть и без слова, даже и без обязанностей. Я посмотрела. Нуго – это трогательная печальность. Да, Кануга, говорят. То есть, такая вот печальная, трогательная минута. Но здесь Нуго – это, в смысле, касающаяся. По идее, должен быть Айн. Не знаю, почему я объясню. Мне кажется, это ошибка. Ну, пропустим. Это вот пробуждает нас или как бы ассоциируется у нас с чем-то ассоциацией, которые касаются чего? Ту-фа и нушит. Ту-фа и нушит. Ту-фа – это, в смысле, эффект. Или феномен, можно сказать, человеческий феномен. То есть, мы речь идем про саранчеву, правильно, а не про… То есть, некоторые животные, насекомые – это животные миры. Там мир насекомых, а не мир человеческий. Но, тем не менее, вот такое поведение, говорит Ханан Пара, это пробуждает у нас ассоциации с человеческим феноменом, который называется как? Амэхуне – это называемый. Кинуй – это кличка, правильно? Ну, как бы, кличка по-русски – это всегда оскорбительно. Вот. Мэхуне – это называемый. Амэхуне – как? Психология – это амония. Ну, психология толпы. То есть, вот такое поведение саранчи, оно вызывает у нас ассоциации с известным феноменом, связанным с человеческим обществом, да? Которое называется психология толпы. Дальше. Маскирим. Я аскерим лану – праким. Праким афилим. Афилим бетолдот ха анушу. Ха анушу. Ха анушу. Человечество. У маскирим лану. Что такое маскирим лану? Не допоминает нам… Правильно. Ну, праким афилим – это темные периоды. Как вот по-русски говорят, темные периоды. Родословные человечества. В истории человечества. В истории человечества. И что напоминает нам темный период в человеческой истории. Дальше. Маса и Алинуц. Линч. Линч. А, Линч. Да. У Маса… Масаицлав – крестовые походы. Ацелев. Да. Слав. Ве-од… Ве-ад-ле… Ве-ад-ле-ая… Хая. Хая. Зверь. Ха-на-ацит. Анацит. Хая анацит. Хая анацит. Анацит. Ве-ад. Джигад. Джигад. А, Джигад. Ха аслами. Да. Дальше. Маскири. Напоминают нам, да, ну вот эти темные периоды человеческой истории. Почтаются какие? От… В смысле, от этих вот… От линчевания, скажем, и крестовых походов. До чего? До… До… Хая анацит. До, ну, дословно, нацистского чудовища или зверей. Да? И ве-ад-джигады ислами. И исламского джигады. И исламского джигады, да. Дальше. Улам. Улам. Ле-амито. Ла-амито. Шель-давар. Матхила. Да. Тофат. Ит-кар-фенут. Это тоже такое слово. Он поставил его в калычках, потому что это взято из современного иврита. Как на иврите будет носорог, кто знает? Молчание. У меня снова, честно говоря, что-то типа карфан. Может быть, я немножко ошибаюсь. Карфан, по-моему. Но вот лейт-кар-фен, лейт-кар-фен – это типа превращаться в носорога. Но… Общий смысл… Кар-наф. Что-что? Кар-наф, слава. Еще раз. Кар-наф. Кар-наф. Правильно, правильно, правильно. Кар-наф – это носорог. Но вот есть… По-русски не сказать «носорожица». А на иврите есть такое слово лейт-кар-фен. Это похоже на то, что по-русски говорят, что у него… Когда человек непробиваемый, совершенно нечувствительный к чужим несчастьям и так дальше, как он называется. Толстокожий. Толстокожий. Толстокожий, да. Толстокожий ведь не имеется в виду, что у него живот большой. Толстокожий именно в виду, что его как бы ничего не касается. Вот эта «ничего некасабельность», «толстокожесть» – это называется «инкар-фенун». Дальше «о-им». Вот это слово еще дает такое выражение «оскотинивание». Да, я посмотрю, а в словаре тоже дает «оскотинивание», да, то есть превращение в животное. Паруси говорят «оскотинивание». Окей, превратился в животное, да. Окей. Ну, просто «кар-наф» понятно, почему «кар-наф», потому что у него шкура как бы непробиваемая. Это называется «лит-кар-фенун». Он говорит, что дело не в упоре на этот «нарог», а в том, что у него кожа как панцирь. Окей. «О-им-тер-цу» «О-им-тер-цу» «Ит-ар-вут». «Ит-ар-вут». Ну да, он как бы по ассоциации говорит. Есть «кар-фенут», а есть, ну как бы перефразируя, «ит-ар-венут», то есть он осоранчавается, то есть он становится соранчой. Окей. «Милошон ар-бэ». Да. «Квар-бимей ша-авод». Правильно. «Бе-эт шаха-им». «Ша-ам». «Ша-ам амитри». «Ву-лех кесу-ма». «Соме» — это одно из названий «ивер». Я не знаю, какая между ними разница. Вот есть и вырода слепой. А «соме» — это, по-другому, человек, который не слепой от рождения, а который идет, закрыв глаза. Это «соме». Их на декабрь. «Бага-у-ва» — это «ахарей феда». «Пар-о». «Пар-о». «Ромес от ам Исраэль. От Даха». «От Даха». «От Дака», да. «Умашлих от Йеладаф. Лео. «Лео». 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 Итак, однако, по существу дела, да, улам ламитошельдавар, дальше, матхилатуфа, что это такое? Да, начинается явление, начинается явление, да, вот это толстокожесть, или, как народ подсказал, оскотинивание, да, или оем тирцу, или, если хотите, ну, это игра слов, да, иторбенун, то есть о саранчеваниванности, да, но он сколько говорит, для непонятливых, что это мило, что нарбет, да, от слова саранчат, да, когда она начинается, квар, В дни, в днише, да, вот рабство, начинается уже в дни египетского рабства, да, в то время, когда, правильно, ну, можно сказать, просто египтяне, либо египетский народ, либо египтяне, да, Который идет, ну, как бы, вслепую, слепым за фараоном, а который что делает? Аромес, то есть это называет такой депричастный оборот, аромес, который топчет, или топчащий, ну, по-русски топчащий, по-моему, не сказать, но который топчет, да. Да, топчащий народ Израиля. Да, АДАКА это, ну, в общем... Ну, отчаяние, да, да, отчаяние, да, вообще, да, унижение, это унижение, отчаяние. А хотя мне кажется, вот это вот АДАКА это слово ДАК-ДАК-ДАК, это слово ТОНКИ, то есть полностью, то есть... Да, тонкий. А Дакан с этим, типа депрессия, депрессия, унижение, такое совсем отчаянное состояние. Надо проверить, я не уверен. Но, может быть, вы не посмотрите. Может быть, да. И дальше. Ума шли, хоть елода, флео. Насадите его в реку. Ну, народу. Да, окей. Давайте я передам. Давайте я предлагаю, может быть, мы на этом остановимся, поскольку тут как бы, ну, до какого-то значительного места. Ребята, ну, просто, может, сколько у нас статей вот мы так оставляли, и так они оставались у нас. Чему оставались? Это претензии оставались? Ну, прошлое мы статью не дочитали. Я бы забыл, можно вернуться, нет проблем. Какое предложение? Читать дальше? Давайте читать дальше. Ну, не знаю, просто как люди хотят действительно все. Если все, то все. У меня без проблем просто. Хватит. Ходите дальше читать, либо остановимся на этом. Я бы уже останавливался. Да, по-моему, тоже. Ну, как бы, почти два часа. Дорачиваться слегка. Окей. Ну, хорошо, давайте, значит, в следующий раз. Я, наверное, просто с этой поездкой подзабыл, что мы прошлый не дочитали. Но вообще, как бы, в принципе, идея такая, что каждый раз это дочитывать до конца. Окей? Поэтому с Божьей помощью в следующий раз закончим эту статью. На мой взгляд, очень интересно. Так обычно. И, как бы, еврит, который, танохический еврит, и цитаты, которые мы стараемся перевести, с другой стороны, как бы, ассоциации с вполне разговорным евритом современного Израиля. Окей? Хорошо? Даже... Значит, мы закончим раньше статью, чем время. У нас еще что-то будет, да? Какая-то еще другая статья? Да, правильно. Правильно. Можно подбить кусочки. У нас, поменьше, были две еще предыдущих. Там тоже по кусочкам осталось маленький. Окей, хорошо. Кстати говоря, надо будет определиться на следующее занятие. А вы можете... Такая же ситуация. Там следующее занятие. Поскольку мы чередуем, то мы возвращаемся к комментарию Штензальца. Напоминаю, что прошлое... Прошлое... Это мы начали очень большой, как бы, кусок. Это благословение Якова. Ну, и тоже надо обсудить в чате, что вы хотите. Либо посвятить еще одно занятие, может быть, даже не одно, разбору вот этого... Хороший, хороший текст. О чем я могу... Да, может быть, мы все равно как бы незачем не идем, а мы идем в своем ритме. Может быть, читать дальше Штензальца, потому что там очень интересно все эти благословления. Да, я зачитать. Окей, хорошо. На следующий раз Штензальц, и я, соответственно... Ну, это будет тот же самый, но я укажу какая-то статья. Я отсканировал там много в том файле, который мы разбираем, поэтому можно просто продолжать разбирать дальше. Окей? Хорошо? Заканчиваем на этом. Спасибо большое. Да, все. Спасибо. До свидания.